это минимальная, когда у тебя есть немецкая профессия уголок наклеивается в него, заштукатуривается и у него специальная силиконовая резинка которая не позволяет в этом месте подход ужасный у меня слова только маты на языке больше нет итак, ответы на вопросы часть 1 то, что вы вчера вам задали мы сейчас посмотрим быстренько ответим на что-нибудь и продолжим нашу серию видео снимать поехали хотелось бы, конечно, поблагодарить за обсуждение, вызванный интерес вообще этими видеосюжетами ну, как бы тут, если начинаю вот я сейчас с того, что я вижу по поводу Кидалова в Германии там Владимир Волошин да, мы уже вроде сняли видео у нас отдельный ответ Волошина есть там, ну, ничего личного это тема не заправлена увидят, сами решат здесь о том, как кидают мы одно видео сняли, не знаю, поставил-то его нет там еще будет то есть, ты сейчас обрабатываешь то есть, еще будет несколько там из того, тех случаев, допустим, которые я знаю непосредственно людей знаю которыми, как бы, их прокатили ну, люди идут дальше то есть, будет видео, как с этим бороться реально, то есть, какие есть законные методы то есть, там, насильственные методы, да все, что касается уголовной это вообще тема настолько закрытая что, я говорю, там начинается с того, что подадут в суд за вымогательство потом это вымогательство они перенесут к побои побои переводится то есть, они доказывают это и сразу идет следующее обвинение то есть, пока нету обвинения то есть, сначала факт вымогательства что ты пришел, вот его схватил ты мне должен, там, 10 тысяч евро отдай деньги все, это факт вымогательства ты имеешь права к ним прикоснуться если человек начинает ему звонить действовать на нервы то же самое это факт вымогательства и, то есть, все сам закон в Германии то есть, настолько жестко вот все, что связано с деньгами вообще, любые преступления которые связаны с деньгами они наказываются по максимуму вот, реально максимальный срок вы поняли, да? дня на два я точно пропал короче, я из меня уже уши пухнул в общем, все ну, то есть, это как бы и ездили туда бандиты из Польши и ездили туда бандиты из Чехословакии Югославии из Сербии и все заканчивается тем что, откуда, от кого приезжают он уходит на очень большой срок просто, это все и не дай бог с того человека волос упадет, да? ну, пидор он конченый он прокатил людей на деньги ну, 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 как бы да, вот, ему должна быть самая последняя участь но не дай бог с него еще волос упадет да, тот человек будет сидеть пожизненно то есть, когда я говорю сначала начинается вымогательство побои я понял, поехали потом тяжкие телесные и потом это все переводится в попытку убийства то есть, ну, это вот немецкая законодательная система да, уголовная система и там нету понятия а, все, я пошел в отказ, забирают заявление ты можешь его забрать уголовное дело все равно дальше рассматривают и доведут до суда давай, вот, Алексей Лебедев у нас спрашивает интересно, как в Германии нынче делают откосы, пластик, штукатурка оконное привыкание быстро, вкратце ну, короче, вообще штукатуря, да штукатурят, есть специальное примыкание фирма, я не помню, как она называется протекс она называется, это фирма не так, что ты мне привозил вот этот моток нет, это, короче, такая она пластиковая часть вот как уголки это фирма протекс или как-то так и называется я уже не помню клеится специально на окна то есть она, если ты сейчас к окну заштукатуришь, да, примыкание как окна, у тебя, короче, трещина возникает она, это будет всегда почему? потому что два разных материала они не могут работать вместе вот этот вот уголок, он наклеивается в него заштукатуривается и у него специально силиконовая резинка которая не позволяет вот в этом месте больше воздуху ходить да, то есть первое это используют практически везде во-первых, это уже она дает тебе как направляющую со стороны но это типа пластмассовый, пластиковый откос нет, это тема то есть, ну, как бы халтуру мы убираем, да, есть штукатурка теперь вопрос есть штукатурят как бы люди, которые как бы там, где архитектор соображает да, он делает дополнительную, короче, работу то есть откосы как бы самое место самое слабое место вообще, начиная с того что самое слабое место в доме это окно почему? потому что, да, смотреть если по строительной физике называется БАО физикалищие процессы как бы теплопроводность у стены, да, она является 0,21 коэффициент у нее а теплопроводность у окна единица то есть это в 5 раз хуже и, соответственно, это самое холодное место соответственно, в этом месте на откосах всегда возникается плесень плесень это тоже, это как обыкновенная биология которой нужно просто питание, чтобы это жрать короче, гипсо нахавает цемент-песок нет с известью, да поэтому, как бы, самый один из, допустим правильных вариантов то, что я бы делал то есть не гипсо, а цемент-песок с известью? нет, цемент-песок-известь сделать откос никогда в жизни у тебя не будет плесени потому что там нету по-немецки, вот это называется Нарундштов это вот этого питания для вот этого грибка цемент-пески-известь его просто нету она не море она не может там даже образоваться хотя, допустим, там ее самое оптимальное место, где она возникает а те хотят там, где штукатурят гипсом закатывают гипс, соответственно, откосы там, где штукатурят известью дом его заделывают в известь не, ну вот смотри если мы всю квартиру пошукатурили гипсом ну, ротбан там это все брызгают сразу в гипс это по-любому однозначно так то есть нету того что какую-то часть дома делают гипс какую-то часть известь то есть цемент-песок-известь цементно-известковый раствор используют санузлы гипсовый раствор используют везде цементно-известковый раствор это санузлы и ванные комнаты. А гипсовые абсолютно везде. То есть снаружи цокольная часть используется цемент-песок, голый цемент-песок. То есть фасад делают тоже известковый, цементно-известковый раствор. Ни в коем случае не цемент. То есть там тоже это связано с физикой. Цемент-песок и добавляют известок. Ну это специально готовое решение. Ну есть готовое. Раньше это допустим было известка шона, которую также на стройки привозили, кидали лопаты в мешалки, они короче штукатурили поверхность. сейчас уже очень много все в мешках на больших объемах есть большие бункер называется сила и туда приезжает машина да вот как типа бензовоза молоко вот такие огромные фуры по 20 тонн они за раз закачали куда в этот бункер 15-20 тонн там про натяжные несколько раз у нас про натяжные это такая тема да то есть человек спрашивает павел как бы не будет видео там она есть тоже вопросе строительная иерархия было поинтересно то есть я в строительной иерархии покажу мне не ты не понял натяжные я тебе использую я тебе объясняю вот будет видео про строительную иерархию в германии да и будет видео про мое образование тогда каждый поймет в каком месте я нахожусь и то есть натяжные потолки они находятся на два этажа вниз то есть мне смотреть вниз а то император не будем мы не знаем да то есть я этим не занимаюсь это для меня низкооплачиваемая работа в германии и поэтому как бы я слышал мне предлагал завод изготовителя нет я не то что не люблю да то есть как бы германия это капиталистическая страна там все очень много приводится к деньгам связано с деньгами то что я вот у меня деньги шкурный вопрос а как бы деньги это способ существования не того жизни там вопроса жизни не идет именно существования давай еще один так что тема не моя надежно тема не наш так потом был вопрос такой за пену но я тут день и написал ему до что используют пену есть она простая пирожа и узнаем потому что непонятно я ему ответ написал ответ написал да что написал что там пену вроде не используют и за химель что такое я не помню как там люди будут читать то есть я не могу сейчас найти и я написал что пену используют почему я имею сюда в откосы установки окон потому что установка окон есть опять ее два вида есть сухая мокрая мокрая это когда используют пену ну там еще кроме пены кое-чего и есть когда пена у них да это одна компонентная пена есть когда в баллоне на два двух компонент на меня привез такую прикольную штуку это мы забегая вперед чуть-чуть да расскажем короче вот это за место для монтажа сухой монтаж окна до выпускает фирма в урт в россии я знаю тоже есть представительство ну найдете нет я знаю мне парень с литвы работают в литве вроде нет такого продажи ну то есть это там есть как бы тоже определенные нормы по установке окон да то есть они должны быть снаружи регенды да то есть они должны быть устойчиво против против дождя чтобы дождь не пробивал насквозь а внутри короче они должны быть в армии то есть чтобы тепло не выходило снаружи это лента устроена так у нее есть часть в которой с надписью это внутренняя сторона которая без надписи это наружная сторона но есть такие полоски которые знаю в россии используют я видел сам из сухо и по наружи полонтира до плена и на пеной запенивают да то есть в германии это недопустимо еще должна быть обязательно такое есть понятие как во-первых дин нормы дин нормы указывают там на рал они соусы латс так это с большими буквами аббревиатура р.а.л. для того как должно быть смонтировано окно и вот устройство вообще вот это вот сделано так что ее половина одна первая половина которая снутри находится она в 10 раз плотнее чем 2 половина которая снаружи находится то есть тепло в этом месте не выходит соответственно в этом месте когда установлена кто правильно не образовывается плесень на окне то есть на откоса вопроса в машине оказалось такого ни разу не видел ну то есть она очень жестко расширяется то есть сильно нет она да и и есть они разные размеры там 10 миллиметров 15 миллиметров то есть размер проемов размер окна до разница делится на 2 ты знаешь сколько у тебя до расстояние и короче ты заказываешься я начал объяснять что у нас бывает что внизу два сантиметра сверху 5 с другой стороны 7 то есть такая не пойдет для другой для другой здесь как бы суть в суть в том да это все относится там есть такой закон энергии анч пафе одну то есть когда на дом у тебя определенное количество энергии тебе разрешено использовать у меня сразу я вспоминаю такое видео где владимир владимирович прикололся просто что может быть они в сибирь за дровами поедут вот и как бы это их может быть заставило к тому что подумать о том что пора утеплять дома так что как можно меньше использовать короче энергии что тут еще есть сколько среднем так это не буду раз две минуты максимум хорошо зарплаты в германии какие зарплаты сейчас в германии сфере строительства короче в германии ну вот это немцы не немцы там было где-то такой момент такое тоже есть да то есть есть человек немец и человек не немец потом есть один момент у человека есть немецкое образование или у человека нет немецкого образования когда у человека есть немецкое образование профессия то как бы минимальную зарплату которую он получает от 1280 в час это черные деньги да с которым надо будет потом заплатить не налоги а именно социальный пакет То есть пенсионное страхование, медицинское страхование, страхование на тот случай, если с тобой произойдет несчастный случай и там еще пару короче. И зарплата, ну просто это считается, давай посчитаем, минимальная зарплата короче 12.80 евро в час, умножаем, минимальная короче это труд 160 часов и это получается, там можно посчитать, если ты возьмешь быстрокорплату 1700 евро, 1720. 12.80 на 160. На 2040. 2040, да, то есть 160 часов, но это в принципе смешно, обычно делают переработку, это при условии где-то 40 часов в неделю. Теперь следующие часы, которые переработку есть, допустим ты сделал 180 часов, да, у тебя переработка 20 часов, да, 20 часов переработка, но это минимальная, когда у тебя есть немецкая профессия, это опять 12.80 умножаем на 20 и умножаем на коэффициент 1.25. То есть у тебя переработку по идее должны, хотя многие-то не знают, им за это не платят, соответственно, если ты не знаешь, то тебе не платят. Тогда умножаем на 1.25, считай. Так, сейчас что-то умножить. 12.80 умножаем на 20. 12.80 умножаем на 20. 120 на 20. 12.80 умножаем на 1.25. Я умножаю на 1.25. Я умножаю на 1.25. 320, да, 320, да, 320, плюс 40, это уже, здесь 320, 320, плюс 40, это 2.360. Да, вот так вот будет. Теперь вот это вот, это да, брутто зарплата, у нее есть еще, это Arbeitsgeber Ampral, то есть то, что работодатель за тебя платит свою половину, ты плачешь свою половину, работодатель платит свою половину. Работодатель платит от этой суммы где-то приблизительно 45 процентов. От вот этой суммы это платит работодатель, да, полторы штуки, ну, здесь сколько, полторы, 1650, да, 1680, то есть это платит за тебя работодатель. Теперь все зависит от того, какой у тебя налоговый класс, я уже говорил, есть первый налоговый класс, когда человек одинокий, есть класс, когда человек женатый, это третий, четвертый, пятый, то есть они выбирают либо два мужа, жена, четвертый, либо выбирают три, пять. То есть, соответственно, если по первому классу ты платишь свою часть, 45 процентов от этой суммы, это уходит на все страхования, то есть и твоя часть, если ты посчитаешь, делить на 100, сумма 2,360, делить на 100, и умножить на 55. Вот, короче, с этих денег ты заработал, еще 300, 1290 евро ты получишь на счет себе, да, вот эту сумму, да, из этой, смотри, какая квартира, допустим, там, где я живу, в Мюнхене, это, ну, хата стоит однокомнатная, там, ну, 550 евро в месяц, да, это стоит квартира, одна комната, там, 25. То есть, это коммунальные платежи и плюс ее, да. Квартира, свет стоит, ну, скажем, тридцатку. Ну, я понял, я понял, что складывается. Телефон стоит, ну, 50. Проездной билет стоит в Мюнхене 60. То есть, короче, ну, если мы сейчас посчитаем, то в итоге тебе осталось, ну, хорошее залупо комска. Андрюха вчера заправился, короче, на 2,500, говорит, охренеть, сколько это стоило у вас? Ну, ну, у меня там заправить бак машину, короче, сейчас вот курс упал, да, 70 литров я залил, я сейчас заплачу 70 евро. Когда был стоимость солярки евро 20, это почти сотка выходило. Вот, посчитайте, да, я в месяц плачу 600 евро только на солярку. Ну, я много, очень много. Ну, короче, 6 тысяч, а у нас 2,500. Ну, это здесь надо много говорить, да, сколько, то есть, это заработок, это, я говорю, это первые вопросы на ответы, короче, закончены. Нет, подожди еще минуту, да, смотри, это минимальная зарплата, если у тебя есть немецкая профессия. То есть, это зарплата, допустим, у электрика, все то же самое, только вот это вот, допустим, у электрика, у которого 5-10 лет работы, да, электрик получает 18 евро в час. Там уже калекуляция понятна. 18 евро в час, сантехник получает 18 евро в час. техниками инженеры в этом профессии рабочая профессия просто сантехника легенда камень получает это максимально 15 евро больше не получит у штукатуров уже самый низший как ты веришь гипсокартончики сколько у него нет зарплаты ему зарплату никто не плод у него сделано отдельно прикол то я рассказывал все я не рассказывал отдельная приклеит а не раздельно прикол такой то есть ну подход ужасный для слова только маты на языке больше нету то есть как бы те кто работает из первых рук со своим материалом за свои деньги то есть они берут определенную сумму они живут конечно в шоколаде он является гипсокартончиком он является бизнесменом а у него работают те которые делают монтаж договор обыкновенно простой вот монтаж прямой стены до прямая хорошая стена 50 квадратных метров он платит тебе 10 евро в час это очень хорошая зарплата либо 9 евро в час короче монтаж гипсокартона коробки далеко от 18 это ты можешь забыть не понял то есть монтаж коробков в туалете там всех этих вот такой хрени он тебе платит за квадратный метр то есть ты понимаешь какая политика там где ты можешь денег заработать тебе не даст а там где ты не можешь денег заработать и ты работай для вариантов не было у меня был вариант когда когда я перед тем как первый раз поехать сюда да в россию не шеф звонит было полу первого да вот я как час помню ты где архитектор здесь планерка ты ничего не начал там была стенка надо было поставить профиля утеплить первый слой картона зашпаклевать второй слой картона была стена 50 квадратных метров он играет 10 евро эти плачу в час это много давай короче 9 9 не вариант давай по часам не по часам по квадратный метр хорошо сколько ты хочешь сколько тогда 6 евро он дал мне за квадратный метр и вот он мне звонит на следующий день пол первого меня нет я в час забираю паспорт с российской визой годовой я приезжаю круче я тебе все сделаю вот он на следующий день приехал я в час приехал с визой счас я начал я в 56 часов я закончил 5 часов 5 часов я за 5 часов я сделал 50 квадратных метров по 6 евро 300 кого он на следующий день приходит у него такие глаза достал 300 голов я те никогда в жизни за квадратными ну то есть это вот подход гипсокартончику уже как таковой профессии нету это часть очень многих профессий и люди как правило безграмотные чем у них есть шуруповерт есть нож есть метр есть карандаш все на этом он считает что он бизнес менеджер он фирма короче вот такие нас интересные ответы на вопросы все знают сделать да здесь здесь короче это даст профессия без профессии начинается от 7 евро до 9 евро максимум за час и вот теперь вот это умножь а вот это твои расходы у тебя ничего не остается вариантов нет ясно ясно